Здравствуйте, друзья! Радую вас приветствовать! Здравствуй, Ира! Персональник, привет тебе! Я долго говорить не буду, вы все наши правила знаете. У нас в зале два микрофона, вы можете задавать вопросы. Я представлю нашего гостя, которого мы очень долго ждали. И он к нам, поверьте, очень хотел добраться еще до референдума и до присоединения. Но такова судьба, что он попал к нам только сейчас. И мы этому ужасно рады, и поэтому не будем терять фильмы, не с удовольствием слово известному итальянскому журналисту и публицисту Джилетто Кези. О чем мы будем говорить? Я сам не знаю. Я здесь пришел с опозданием, поэтому, как вам сказать. Но я бы предпочитал, поскольку не знаю, сколько вы меня знали, сколько вы меня читали. Может быть, что ваши вопросы более интересные. Слушать и понимать, как я могу отвечать. Но скажу, я хочу сказать только одно вещь, которое мне кажется очень важным. Я из Запада, вы знаете, из Италии особенно. И когда я говорю с моими отечественными коллегами, с моими коллегами, иногда почувствую себя, как инопланетян. Все события, которые мы жили, пережили, испытали в последнее время, вообще на Западе не знают. Вот это первое, которое вы должны учитывать. Уровень знания и понимания того, что происходило здесь, в Крым, на Украине, и что происходит сейчас, это практически неизвестно. В широкой публике получила, и прощу вас понимать дословно все, что я говорю, получила общественность в Европе и Италии только в искаженном форме. Или вообще ничего. Представьте себе, что последние 15 дней, только начиная с последнего, последние 15 дней, все события, которые относятся к Украине, исчезли из западной прессы. Исчезли, просто ничего. Я вчера летел из Италии со всеми газетами. Смотрю New York Times, смотрю La Repubblica, Coriore di Rossello, все важные для этого Стампа, ни слова, ни слова. А все, что происходило до этого, может быть, если я какое-то объяснение этого, потому что все, что происходило в начале декабря, и потом ямбарье, и февралье, это было дано публике в очень упрощенной форме. Сейчас я разумею, чтобы вы поняли, но это именно так происходило. Значит, первое, Россия оккупировала Украину. Украину вообще. Второе, народ Украины выступил на Европейдане. Там цели народу Украины. Третье, они боролись просто против диктатора. Значит, Янукович был диктатором. Вы думаете, что я шучу или я преувеличиваю? Нет, я не преувеличиваю совсем. Расскажу очень маленький эпизод. 22 февраля, вот именно тот день, когда Янукович сбежал, после Пириварота, я был бареер, я была моего дома, в Риме, в центре Рима, я был капучино. А вакуумия были ше-человеки. Пят, пятно клиентов, я один балист. Я телевизор, прострючок, там паказ, где вы можете, там, я дам. А как вы думаете? А я начал спокойно рассказать все, что я думал. И смотрел на эти люди, пять человек плюс один, шесть мужчин. Они смотрели на меня, как будто действительно я был, не на правильням. А потом один привезет меня и говорит, а, господин Чехов, вы говорите вещи, которые вы просто не понимаете, вы не сказали нам, что действительно Путин оккупировал Украину. А я смотрел на глазах этих людей и видел, что все думали одно и то же. Будь нормальные, приятные люди, не фашисты, не нацисты, демократы. Они все думали, что Путин оккупировал Украину полностью. И что украинский народ в целом боролся против диктатора Януковича. А я объяснил, какой диктат, свяжите. Это президент. Сам украинский избран его президентом. Не может быть. Это диктат. Вот. Почему я расскажу это? Чтобы вы поняли, что бедные европейцы, они не виноваты, они ни при чем. Они просто не знают. И не только они не знают. Не знают даже депутаты итальянского парламента. Не знают даже, вероятно, министры иностранных дел Италии. Они ничего не знают. Мои коллеги, журналисты, ничего не знают. В один момент я пишу в интернете. У меня есть сейчас Web TV. Называется PandoraTV.it. Смотрите. Я каждый день выступаю по этому телевизионной интернетовской системе. И один раз я сказал, что русские люди из Донбасса воюют. И один человек вот где-то меня придет в интернете и сказал, а, значит, вы признали, что русские люди, это Путин послал эти русские люди на Украине. Почему? Это коллеги, коллеги-журналисты, которые не знали, что на Украине живут миллионов русских людей. Не знал. Поэтому трудно, чтобы Европа поняла. Кто это виноват в этом деле? Система средств массовой информации. Первое. Оружие. Мощнейшее оружие действует уже много лет. Уже много лет. Которое создало на базе русофобии. А когда вы создадите систему русофобии, все уже ясно для простых людей. Русские плохие. Не важно, были ли советские люди, не советские люди. Это другие. Но, чтобы быть еще точнее, этот вопрос не относится к широкой общественной людей. Нет. В Италии, в Европе нет. Никакая важность против русских. Кто это? создает такую атмосферу. Средства массовой информации. Телевидение. Газеты. Здесь надо размышлять, потому что это предложение для вашего размышления, чтобы вы не ошиблись, когда вы оцениваете ситуацию. Простые люди на улице не могут знать ничего, потому что они информированы. уровень понимания такой, как я сказал, поэтому надо сосредоточиться, где проблема. Как можно получить спокойную ситуацию, когда все средства информации врут или еще хуже, не только врут, они просто покрывают реальность. Они мальчат. Это самая система, самая хорошая, выгодная система, чтобы обманывать людей. Это не рассказать ложь, это не сказать, не давать информацию. Это как будто все белый простын покрытый. Я тоже другой пример хочу вам сказать. 3-4 дня назад я встретился с группой депутатов итальянского парламента. Депутаты, оппозиционные депутаты, молодые ребята, только что избранные в парламенте. Это у нас появился последний год новая партия, новую партию называется движение пяти звезд Пепе Грилло, это комик. Он получил 25% голосов на последний парламент цифра. Это огромная цифра. 9 миллионов избирателей голосовали за Европу. И он взял в парламенте 163 депутатов и сенаторов. Это большая цифра людей, новой линии, не опеной, совершенно новые, но которые имеют одно преимущество. Преимущество, что они свободны. Никто их не может шартыжировать. Они новые, они не коррупированы. Очень важно, очень важный вопрос для вас и для вас здесь, на будущем. Доверяйте только новые люди, старые, как это верили, все трудно доверять. Ну вот, я сказал, молодые ребята, которые пришли только в парламенте, не обвинь. А я сел, это было 8 человек, 6 женщин, 3 мужчин, 9 человек, 6 женщин, 3 мужчин. Я начал объяснить ситуацию, именно на Украине, в Крине, все, что происходило, ситуация, и они практически ничего не знали. Они сами. Откуда они, понимаете, получают информацию? Они тоже читают те же самые газеты, они тоже смотрят те же самые телевидения. Откуда? Я объяснил. А вчера, позавчера, вот, я был здесь уже, нет, вчера, это был в аэропорту Сан-Петербурга, вот, открываю компьютер и вижу выступление одного из этих женщин, 28 лет, лауреат в экономике, и она выступила в парламенте, и она выступила очень хорошо, после нашей ВИСИ, потому что она получила первый раз после двух месяцев того, что происходит, она получила достоверную информацию от меня. Значит, там не люди, которые не способны понимать. Ситуация совсем другая. Есть люди способны понимать ни в России, ни в ни в Руссии. Вот. А вопрос второй, который я хочу перед вами изучать. Почему это все происходило? События в районе. у меня сразу возник вопрос. Почему именно тогда, сейчас? Если смотреть ситуацию плавнокровно, Украина была уже в руках американцев по 20-м 20-м 60-м во главе Украины были люди американцы, были агенты Соединенных Статов Америки. Уже тогда человек на Ливанченко агенция РУ, гражданин Соединенных Статов Америки был уже в власти. И другие руководители нынешние были уже в власти. Почему так? Они так спешили. Они могли спокойно сдать один год новый выбор. Они могли бы устранить Ярукович без проблем. Почему не спешили? Не знаю, сколько из вас задают себе такой вопрос. Почему сейчас? Почему так спешно? Потому что в апрекат в этой операции нацистов. чистовиде как на праве сектора или свободы. Почему? Это очень важный вопрос. У меня не окончательные ответы, но у меня есть впечатление, что Америка ждет большие потрясения. На Западе говорят, что Америка очень прозвитающая страна, но Америка по существу живет на Лаваске и уже давно. Уже давно. Они говорят, что Америка растет, что головой национальный продукт растет на уровне 3,5% в этом году. Правда или правда? Правда. Но за счет чего? Они все эти годы, начало 2008 году, когда все западные банки обанкротились одновременно. Не знаю, насколько кто-то из вас знает, что в 2008 году все западные банки обанкротились одновременно. А как они существовали до сих пор? Существовали, потому что американские федеральные резервы производили искусственно из нуля 10 триллионов долларов. 10 триллионов долларов. Один триллион это тысячи миллиардов. 10 тысячи миллиардов долларов были созданы из нуля. Вот. А до сих пор американские живут таким условием. Они производили до последнего месяца производили из нуля 80, 70, 65, но в этом районе миллиардов долларов каждый месяц. С этими деками они платили их долгами. Значит, они создали деньги из нуля, с которыми они платили долгами. Понимаете? Вот это невероятная история обмана человечества. не только американцы. Это мы живем в гигантском обмане человечества. Они живут в таких условиях, а мы все живем под их диктатом. Вот. Понимаете, я вам дам еще несколько цифров, чтобы вы размышляли на этом. Потому что, по-моему, это объясняет, почему американские правительство фальсирует кризис в центре Европы. Другая цифра. В 2008 году знаменитый Китай купила каждый год это официальная цифра, это не моя выделка. Каждый год до 2008 года Китай купила 41% американского долга. 41%. Почти половина купили китайцы. Конечно, китайцы были очень выдуманы купить этот долг. таким образом вот эти американцы продолжали как употреблян на высоком уровне. Поэтому индустрия китайцев, Китая развивалась. Поэтому китайцы купили американские долг, чтобы давать им деньги. Если ты не даешь твои сертификаты, я ставлю вот эти сертификаты в моем сейфе. Таким образом, Китай собрала более-менее 3 триллиона долларов. 3000 миллиардов долларов. По разному цене. Но после того, что все банки на Западе обокротились, китайцы, которые не глупые, сделали расчеты и сказали, сейчас покупаем меньше. И 2009 году они купили 20% американского долга. Значит, половина. 2060 году они купили 2% американского долга. Значит, все. Китай уже не покупает американский долг. Или незначительные суммы. А как лучше это амникальцы, если китайцы не покупают американский долг? Вопрос. Кто покупает сегодня американский долг? я вам скажу, Саудовская Арабия, Эмирадия Арабия, Катар и так далее. Только арабии. Нефтяные большие арабии. Но это недостаточно. Чтобы американцы жили на прежнем уровне, нужно намного больше. А никто не покупает эти деньги, этот долг. а сейчас американские студенты производят запи долг. Вот и так. Америка находится в той ситуации. Только последние месяцы они решили, что надо чуть-чуть поменьше создавать деньги из нуля. И в этом году, в последнем месяце они создавали 40 миллиардов в каждом месяце. Чуть-чуть поменьше. Но ситуация, конечно, нестабильная. Насколько Америка может идти и дальше. Это, как сказать, большой шар, который становится и большой, 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 большой. И вдруг, когда доходит до вверх, до потолка, он сломается, и все. Америка находится, по моим оценкам, в преддверии гигантского коллапса, финансового коллапса. Европа тоже самая. Ну, вот ситуация, которая, это вот эта цифра, это только пример. Но, чтобы вы поняли, такая ситуация описывает другую политическую ситуацию. 20 век был американский век. Начало 20 века мы были все люди на планете были 1 миллиард 400 миллионов в начале. В конце 20 века мы 7 миллиардов. Никогда в истории человечества не было такой резкий, невероятный поворот. В одном веке население мира увеличено 7 раз. А в этом увеличении есть очень интересные факты, что появились гигантские народы, как Китай, например, как Индия, Бразилия, Южная Африка, Индонезия. Миллионы, 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 и все начали росли, растут. И росли. Китай растет 10 раз больше, чем без раппор каждый год. Через 5 лет, имейте ввиду, если Китай продолжает расти, таким образом, через 5 лет перед нами будет полтора Китая. Через 5 лет. А если китайцы начинают есть, мяса, столько мяса, сколько мы ели сегодня, не было бы места для всех коров, для китайцев. Из-за этого китайцы покупают Африю. И не только Африю. Значит, через 5 лет не будет ресурсов на всех этой планеты. Вы об этом думали? Разумные люди должны об этом думать, серьезно. Американские центры исследований об этом знают. А решения, которые принимают американцы, оттуда происходят. Они знают, что скоро, в скором времени будет видно всему миру, что Америка уже не может управлять миром. Что уже не американский век. 21 век не будет американский. Они знают об этом. И они к этому подготовятся. Но как они подготовятся? Перед нами есть разумные люди или нет? У меня впечатление, что перед нами есть сумасшедшие люди. Знаете, в прошлом году в августе был опрос общественного мнения Соединенных Статов Америки. Организовывали Нью-Йорк Таймс и Семьес. Знаменитые источники информации назвали. Они сделали очень широкий опрос. Задавали вопросы американцам. Как вы смотрите мир? Очень удивительно. Американцы не знают весь мир. Им все одно. Вы знаете, что, как писал Майкл Мур в его книге знаменитых книгах Stupid White Man глуп глупый белый человек. Вот эта цифра впечатляющая. Знаете, только 7% американцев имеют внесный паспорт. значит, 93% никуда, никогда не ездили. Американцы не читают западные другие газеты. Американцы не видят фильмы, кроме американцев. Американские фильмы. в Америке не приведется никакие книги практически. Они считают только собственные книги. И какие книги. Масло порядке. Значит, вот эти лаиканские граждане в эти опросы общественного мнения ответили, что если мир им интересует, нам интересует наша жизнь, как мы живем и так далее. Но был один вопрос. А если вдруг мы обнаружим, что Иран готовит ядом любого, вы готовы были бы воевать, чтобы устранить это опасность? Я вам дам ответ. 60% американцев ответили, мы готовы. Значит, 300 миллионов американцев, американских люди готовы воевать. Они уже подготовлены. Оттуда опасность, потому что руководители этой страны неразумные люди. Они знают, что в скором времени они не могут управлять мир, как было раньше, но они себя считают непобедимой. У них есть такие оружия, которые могут уничтожать весь мир в течение 10-10 минут. И они на это идут. На это идут. Как вы думаете, что президент Америки, нынешний президент Америки, Нобелевская племия мира, будет собрать все его граждане, перед всем телевидением, и скажет правду, дорогие сообщественники, мы вас обманули, вы вам сказали, что вы будете управлять миром, что будет вечная эпоха изоливания. Мы вас обманули, извините, нельзя уже, 7 миллиардов человек не готовы давать нам все богатство мира. Нам надо договориться с другими, с китайцами, с узкими, с индийцами. Вы думаете, что президент Обама или его последующий будет сказать такие вещи, не будет. Никакой иллюзии не питается. Когда ресурсы не будут от всех, они готовят войну. Но война не готовится в один день, война надо подготовить. А все, что происходит на Украине, это подготовка к третьей мировой войне. Это не кризис региональный, не относится только здесь, вам. Это не так. Это намного больше и более серьезно. это конец империи. И неспособность этой империи понимать, что это конец. И они куда идут? Они идут естественно против Россия. Россия это самая богатая страна в мире. Она имеет средства чтобы жить еще 40 лет спокойно со своими фюзами. Со своими фюзами. И поэтому Россия это очень выгодно. И одновременно это самая мощная структура, которая может препятствовать в каждой дне к третьей мировой войне. Поэтому ситуация очень серьезная. и поэтому я как европейцы на это заканчивается. Слескро много уже говорили. Поэтому я не как друг России. Я размышляю как европейцы. Как гражданин Европы. Я размышляю как папа моего ребенка мой сын. Здесь надо понимать куда они идут и как мы можем их остановить. Вот реальная проблема. Как мы можем их остановить. Здесь очень сложный и деликатный вопрос. Потому что остановить их это очень трудно. Они очень мощные. Они могут управлять мысли миллиардов 2,5 миллиарда людей на земле. Я это понял когда я видел и размышлял первый раз по поводу 11 сентября 2001 года. Тогда это было начало третьей мировой войны. Прошли 12 лет, 13 лет, а эта подготовка усиливается и ускорится. Вот этот кризис в России плюс кризис в Украине который вы видите это очевидно другой шаг в этом направлении. как их остановить это самое важное. Европа все-таки это не Америка. Европейцы другие народы могут быть неприятными иногда, но другие тем не менее другие. И поэтому я считаю что все попытки которые президент Путин сделает чтобы отделить мнение европейцев от имени американцев это правильный шаг. Каждый шаг в этом направлении это разумный шаг. Потому что Россия самостоятельно не может остановить этот монстр. И Китай находится еще далекий. Китайцы смотрят очень далеко. Они очень разумные люди. Но они предпочитают сейчас оставаться в сторону. Россия будет прямой. Прямой объект. Атака. китайцы попозже. Они знают что у них есть больше времени. Но если они не понимают тоже не ошибаются. Но самое важное это понимать что сейчас Россия в одиночестве не может остановить Америку. Россия может остановить Америку если сумеет разделить мнение европейцев от американских и создать какой-то мост Европы и Россия. Я например поддерживаю очень сильные идеи стратегическую реальность стратегического партнерства между Европой и Россией как ключевой элемент спасения человечества. Спасение человечества. Я повторяю. что Россия самостоятельно все будет делать что в России есть миссии нет. У России нет миссии. Не существует никакого народа который имеет особую миссию. миссии. Я только одно знаю я этим убежден что мы выходим из этого мирового кризиса с идеями 20 века. Эти идеи очень мертвы. 21 век требует другой подход. Мировой подход. Поэтому новые идеи новые объединения где вот эти силы мира могут сопротивляться очень успешно и очень сильно. Европа находится в такой фазе промежуточной. Она в кризисе. Между прочим я говорю что обманули украинский народ когда сказали что они скоро будут в Европе. Они не будут в Европе. Ни завтра ни познезавтра это очевидно. Но только понимаете у меня есть такое впечатление сегодня поговорили с вашим журналистом сказал что у меня есть такое впечатление что иногда народы с ума сойдут. Не только один человек может с ума сойти. Цели народа я видел таких случаев в моей жизни когда цели народа потеряет сознание и понимает где они находятся это именно относится к украинскому народу я имею ввиду западной они считаются живут в другом мире жалко для них потому что они будут получить широмый урок истории не сейчас но скоро поэтому все иллюзия это будет ненадолго кризис нарастает и наступает и европейские народы уже прочувствуют поэтому надо работать чтобы Россия была в состоянии сделать такой альянс с европейцами если получится наши шансы жить будут выше если не получится надо подготовиться кучу но я теряю все надежды надо об этом думать и на это работать спасибо за внимание вы можете уже готовить вопросы у меня это вопрос напомнился свой приезд первый и так дальше три года назад вы сказали что нужно учить китайский как у вас китайский вы сказали что нужно учить китайский язык как у вас китайским продвигается я уже попробовал давно уже несколько лет но медленно к сожалению потому что я изучал русский язык будучи в Москве это очень легко я уже сказал что не обидно но я начал изучать русский язык смотря футбольные матчи видите как нравится потому что я обнаружил я сам игрок когда я был молодым играл футбольный и диплом выступал а я смотря видел что много слов которые во время футбольного матча слышишь это слова которые будут использоваться в последнее дичьи поэтому чтобы получить и произношение и концерты я смотрю каждый раз когда я смог вот этот футбольный матч на русском языке то же самое можно сделать китайском смотреть футбольный матч тебе дает по меньшим 200-300 слов автоматически входит память поэтому посоветую если кто-то хочет но это действие для всех для но я сейчас единственное что пока знаю это начинаю писать иероглифы это уже могу но произношение ужасное поэтому даже не хочу пробовать у нас есть вопросы из зала да пожалуйста у меня вопрос такой вот вы сказали что СМИ в рот говорят неправду почему по какой причине СМИ в рот потому что они в руках так называемые хозяины вселенной это не моя выдунка Пол Крубман Нобелевский премий по экономике который пишет в Нью-Йорк Таймс каждый день практически недавно в прошлом году использовал такое выражение Мастерс о де Юниверс значит хозяин и вселенной я считаю но правда они существуют это не выдунка это не между прочим небольшая группа людей я попробовал в моем последнем книге вместо катастрофы которая будет появиться в сентябре на русском языке вы можете его читать попытался как сказать оценить сколько они сколько они они по-моему не больше 300 это хозяин Горбан Сакс Джиппи Морган большие банки это реальный власть уже находится в руках банков эти структуры намного мощнее чем даже правительство Франции или правительство Италии они имеют сколько сколько угодно денег они создают миллиарды из ничего они обманывают цель населения Запада и во всем мире они владеют средством нашей информации в прямом смысле слуха средства нашей информации это их принадлежность а как вы думаете что они будут нам рассказать правду если мы знали правду мы организовали революционный метод против них но миллиарды людей этого не знают мы живем по существу в виртуальном мире нам сказали что мы живем как глобальные деревни где как будто все знают все и действительно есть гигантская информация которая каждый день нас окружает но это фоновый звук никто из нас не может управлять в форме звука это как мы говорим по-тидевянски умовы можно сказать форме это понятно наружный веке это значит форме звука это база а вы можете один раз я тоже могу один раз кричить один раз мгновенно но после этого мой крик исчезает и опять в форме звука миллиарда людей два с половиной миллиарда людей живут в этом виртуальном мире созданном ими смотрите газеты даже ваши газеты русские как вы думаете что это заголовки которые вы видите на первой полосе это реальность совершенно нереальность не ваши или наши это выдумка те которые управляют эти газеты журналы телевидения кто определит повестки дня все что вы читаете вы думаете что это повестки дня реально вещи о которых я сегодня говорил появляются в нашей газете нет и в нашей газете тоже нет поэтому они управляют наши мысли и не только и не только в информационном смысле намного глубже намного глубже например сейчас ведутся мировой чемпионат футбола а вы я тоже с вами сижу перед телевидением и смотрю футбольный матч а вы верность вы смотрите футбольный матч а я не уверен я могу доказать что вы в течение полтора часа каждый раз когда вы сидите перед футбольным матчем вы смотрите полтора часа рекламы не зная об этом не вы выбираете вот этой рекламы которую вы видите внутри телевизора а вы думаете и все думают и все наивно думают что это не влияет на наше сознание наоборот влияет намного намного больше все что вы не решили смотреть чем футбол который движется по футболу а это происходит каждый день в течение последних 50 лет а вы не думаете что это не влияет на психологу ваших детей ваших детей изнасиловали в прямом смысле слова систематично вот это намного более важно чем информация информация это 5% смотрите программу телевидения не важно как вы не важно вы видите нормальные телевизионы канала Бразилия Италия Франция Россия вы видите на дивизионы канала смотрите сколько информации есть там сколько времени я скажу более-менее 5% времени телевидения информации передачи остальное что это 95% того что вы смотрим каждый день каждую минуту это развлекательные программы и рекламы 95% они превратили нас потребительские люди через это 95% и через 5% информации они нас обучали чтобы наизусть превратились потребители они потребительские массового порядка 99% это мысли ваших детей это потребление не культура не духовность ничего а кто это создал этот мир виртуал я его называю матрикс видели фильм матрикс там есть реальная жизнь а потом есть другая часть которая нереальна а люди живут все нереальной жизнью вот эта великолепная сцена которая действительно гениальный режиссер не знаю сколько из вас вспоминает смотрите внимательно серии матрикса потому что там есть объяснение того что я говорю вот этот человек ходит на улице а все люди которые ходят на улице они как черный белый а только одна женщина прекрасна красивая а леда красна а он смотрит вот самый главный действующий смотрит на эту женщину красном полоте а другой говорит вот это мы это создали для тебя для тебя лично чтобы ты чувствовал что ты очень важный мы тебе давали у тебя женщина в красном костюме это виртуальная жизнь а мы все живем в северном мире вот это матрикс они создали общество которое конечно это общество я сказал раньше общество изобильное а чтобы создать общество изобильное рекламу вы можете вы имеете деньги вы можете купить вы хотите пить кока-колу вы не заметили что бутыльки кока-кола последние 30 лет увеличили три раза размер вы не заметили все бутыльки кока-кола сейчас большие но многие это относятся как все напитки а это означает что мы сейчас будем пить три раза больше да будем пить три раза больше чем наше предыдущего поколения понимаете все это построено это общество изобильное которое будет навсегда а нам сказали что развитие производства товаров будет бесконечно и навсегда можно ответ нет потому что существует принцип физики который очень просто говорит безконечное развитие в замком системе ресурсов невозможно а мы живем именно в замком системе ресурсов это планета земля ничего там нет бесконечного ну хорошо на ваш взгляд получается что общество потребения оно уже заканчивается и наступает новая эпоха да и кто-то не хочет кто-то активно не хочет наступление и чтобы оно не наступило собственно нужна война такая встряска и как такой как инерция так? более-менее так значит так общество изобилия заканчивается это происходит сейчас именно сейчас уже началась эта фаза нам скрывают почему они не говорят правду они все средства вашей информации работают чтобы вы знали что это начинается уже эпоха ограничения ресурсов мы не должны не смотрим иначе будет кризис мировой экономии а сейчас начинает другая эпоха как называется другая эпоха называется эпоха дефицита эпоха эпоха дефицита нельзя описывать для миллиардов людей как рекламирование не может рекламировать когда у вас есть собитие производства а сказать людям а сторон дорогие граждане не будет все для всех надо ограничивать ограничивать это распределение ресурсов перераспределение ресурсов а кто будет перераспределять ресурсы когда ресурсов не хватает для всех вопросов не существует эпохатическая система для этого перераспределение ресурсов означает конец демократии вот и все надо готовиться к схвату а схвату нельзя чтобы купить телефоны мобильные схватка будет очень более романтичной когда не будет вода для всех когда не будет питьевой воды для всех а мы находимся очень близко к этому очень близко но об этом наши газеты и телевидение не говорят ничего мы находимся уже в фаре когда из 7 миллиардов населения полтора миллиарда не имеют воды питьевой воды полтора миллиарда людей на этом планете не пьют как кашу воду из-за этого умирают просто а поскольку чтобы одна капля воды становилась опьяна питьевая нужны 70 лет 70 лет экологические системы требуют циклические чтобы производить питьевая вода натуральным образом а если мы будем употреблять больше того что экосистемы производят откуда мы берем эту воду откуда и не откуда не будет и поэтому схватка на ресурсу для ресурсу будет война хорошо если мы вернемся к теме нашей сегодняшней встречи да вопрос санкт-петербургская земля санкт-петербургская земля у меня два вопроса вопрос первый когда у нас прямо проходил референдум параллельно пришел вопрос в Венеции о так сказать восстановлении самостоятельности республики вопрос такой представим себе в Венеции про референдум об отделении от Италии Рим начнет антитеррористичную операцию во первых я должен вам сказать одно вещество все истории которые вы видели в ваших телевизионных экранах это просто выгодка не существовал никакой референдум в Венеции чтобы отделиться никакой вот это между прочим очень хороший пример как миллион людей можно обмануть просто простим образом не было никакой референдум официально была какая-то инициатива группа людей которые имеют если это очень хорошо идет по 2% голосов в случае голосования но не было никакой референдум официально это было в интернете кто-то придумал что не будет вот и все поэтому не существует я вам дам пример очень короче у нас есть Италия Италия одноэтическая этническая страна все итальянцы кроме на севере на северо-востока там есть большая большинство немцев нет австрийцев скажем так это называется Треттино Альто Адиш это теперь регион они был момент когда они по-настоящему восстали и сказали что мы хотим отделиться в Италии и шли в Африю эта история очень сложная я не хочу здесь разумировать все элементы этой истории но очень просто правительство итальянское тогда вела себя очень разумно сказала вы немцы а мы вам дадим все права чтобы вы жили с вашим языком мы давали им право это официально это была политика итальянского государства мы давали им право они сейчас могут иметь в своей школе все официальные документы написаны и на итальянском и на немецком языке они получили большие государственные дотации они платят налоги но эти налоги сохранят для себя это очень богатый регион производит великолепную вина они все итальянские граждане никаких сопротивлений нету это называется автогония ну вот мы видите никакой чрезвычайной положения мы не бомбировали тренд слава богу мы договорились между прочим мы как сказать очень разумно очень разумно потому что во время фашизма все что сделал фашизм фашизм сделал операцию очень покойную на ту операцию которую котели мы сделали ваше правительство и бывшие правители Киева уже слава богу уже не ваши и опоздравляю вас но что они котят котят они котят просто очистят место территориальное устранят русские зачем они бомбируют Донецк и славянск и Краваторск потому что они считают что там никто из русских не должен жить они готовят уже они готовят уже такую операцию и это очень серьезное дело не знаю насколько Европа может будущее потерпеть такую ситуацию потому что общественное мнение европейское не готово к этому не готово как только они понимают начинают понимать они будут сопротивляться Виталии я могу сказать подробнее я уверен что если итальянцы знают что происходит в Донбассе сейчас было бы уже сильное сопротивление общественного мнения они не знают пока не знают но ненадолго ненадолго вот поэтому я считаю что здесь нужны разумные люди разумные люди на Украине живет большая часть русских но не вчера 3 века 4 века это история а люди которые не смогут жить не смотря на все потрясения которые были я понимаю прекрасно пакта молотов рыбы разделение как сказать Польша и так далее все это понятно но это прошло Европа создавала на базе идеи правильные что надо забывать все те истории войны Европы и объединиться на базе консенсуса единственный вариант другой вариант это война вот жалко только что Европа которая началась с такими хорошими намерениями сейчас превратилась в провокационную структуру и они уменьшили вот эту ответственность европейцы европейцы я веду руководство Брукселя несут ответственность за кровь которая сейчас живется в домашних приемом смеси слома и господин Баррозо и господа Эштон и конечно господа нура она не европейская она американская она сказала открыто что мы инвестировали 5 миллиардов долларов чтобы давать украинскому народу будущее которое он заслуживает в Вашингтоне решили какое будущее должен быть украинцы в Вашингтоне и на это не бесплатно 5 миллиардов долларов это сумасшедшие люди на существу это не руководители это убийцы госпожа неугадна рано или поздно должна стать семья перед трибуналом и тщательно вопрос в артифе состоится референтуму Шатландии о ее самостоятельности в Соединенном Королевстве к этому референтуму Шатландия жила очень много изучая форумы с острова Сардинья я вдруг обнаружил что там активно стал обсуждаться вопрос о нерастановить нам свою самостоятельность Сардинскую дело в том что в Крымской войне участвовала не Италия Италии не было еще тогда а воевало Сардинское королевство вот как вы воспримете вдруг когда выплывет эта информация наружу что о том что Сардинья готова провести референдум о своей самостоятельности между прочим если вы хотите я поддерживаю идею референдум Сардинь я поддерживаю я считаю что они имеют право сказать когда они будут конечно когда они будут в большинстве они имеют право пока они имеют что но их требования это понеразумнее понеразумнее я считаю что они имеют право как каталонцы имеют право Европа между прочим хорошая Европа которую я имею ввиду которая она сама в их документах написана должна давать простор для выражения самостоятельности регионов о какая разница для меня я буду итальянец и буду в Европе а если Сордыня отделяется и берет на себя автономию она будет все-таки европейская мы можем жить в спокойном месте вот когда например словаки они чеки оберелись спокойно никаких скандалов нет они сейчас являются в паре республики Европы они чеки сидят около словакии ничего не происходит ничего не происходит они в семье в одном парламенте когда я был депутатом я сидел один был словак другой чек а вы сидели втроем вместе никакие проблемы не нужно разумные подкрыть война в любом случае война уничтожение другого чужого это все равно как сказать грубое решение рано или поздно тебе надо платить все что ты сделал рано или поздно здравствуйте я от объединения борьба хотел задать такой вопрос на Европаидане деминировали две силы прозападные либералы и националисты и тем не менее в Европе в официальной Европе была достаточно широкая поддержка этого движения а как бы силы которые должны им оппонировать по идее левые как-то их реакция была не особенно заметна сегодня мы только видим Делинке в Германии партия а вот в остальных странах как левые на это реагируют и почему они через свои ресурсы в Италии мощное коммунистическое движение не оповещают не информируют о том о чем вы говорите не граждан своих избирателей что же на самом деле здесь происходит я подожду огорчительно левые силы в Европе практически согласились с победением европейских властей никаких реакций со стороны левых сил в Европе пока не появились я должен вам сказать что немножко возлюбился потому что много раз я к ним обратился и в Италии в Европе что вы делаете почему вы мальчики в основном даже левые силы в Европе не молчали это предательство я считаю что до того что сказать что это предательство это непонимание ситуации они не имеют никакую альтернативу они выбрали путь банкиров они согласились морчали я был в парламенте я видел как они ведут себя я был не завязан депутат слава но я видел как они не поняли уже в 2008 году они не поняли у вас вы смотрите ситуацию появится какой-то нибудь руководитель левых сил в Европе который понимает вот это Шульц Шульц бывший канцлер выступление довольно интересное важно Геншер тоже но старые руководители и социал-демократы и крестьян-демократы на уровне ниже ниже политические элиты европейские очень близкие надо учить поэтому нужно ждать я повторяю нужны новые люди вот эти руководящие элиты Европы уже мертвые интеллектуальным смысле слова они не могут производить поворот сознания с ответами они не могут они в какой-то мере шантажировали тоже когда National Security Agency слушают все разговоры как вы думаете почему МСА контролирует так широко поведение всех политических руководителей сам из-за шантажей чтобы подготовить компромат против них вы недавно видели вот эту судьбу господина Строцка понимаете здесь надо уточнить уделить внимание осталось он был главный руководитель международного лунного фонда значит один из важнейших институтов глобализации на его ставки там наверху значит он был очень мощный человек в течение трех дней он был между прочим будущий кандидат на президентский выбор Франции и у него шансы победы были очень высокие учитывать все это в течение трех дней его арестовали в какой-то гостинице не знаю в Вашингтоне вместе с проституткой Мироякера и его заключили в тюрьме не давали говорить с арболиаком в течение северного северного трех дней а потом вот это его политическая судьба была и уничтожена он исчез из политической арены вот это пример попробуйте сказать что не будет который хозяин не хочет твоя карьера все а если не карьера твоя жизнь смотри они могут делать все вот вот это хозяин вселенной поэтому вот это руководители Европы практически все заложники всех заложники надо чтобы новые люди пришли к руководящим пострелям на это надо создать мощные политические движения новую партию нужна новая партия Европы единая чтобы ну как я могу даже предусматривать предусматривать его его название партия за выживание человечества вот это так надо пустить единая сожар касаясь вам или фирка вопрос судя по тому как вы говорите о лидерной партии спасения человечества то ваш прогноз в плане Европейского Союза и Содорожства Европейских Государств прогнозируем как неразрыв с другой стороны вот эта вся глобализация снижение за ресурсы и распределение средств оно как-то странно окладывается почему Союза Европейских Союза сопровождалась референдумами и сошлось большим скриптом кризис 2008 года вызвал практически во всем странам падение уровня жизни и массовое выступление против требования вернуть национальные валюты требования вернуться в свои национальные пострадства в этом плане насколько вы уверены в перспективах устойчивости Европейского Союза могут быть еще я не думаю что Европейский Союз исчез не вижу и думаю есть очень большие элементы изрыва но есть очень большие элементы соединения это выдумано со мной тоже не среди проблема в том что эта структура не демократична она создавала власть помогла по консенсусу а сейчас получается что вакири взяли власть и они никакой консенсус не хотят они строили структуру только бюрократическую и конечно вы можете обмануть людей в определенном призме но после этого все становится ясно смотрите результаты последние во Франции выиграли крайне правы скажем так но крайне правы меня беспокоит в определенном смысле но не во всех они единственные что критиковали политику в отношении украины например госпожа Лепен сказала вы сделаете большую ошибку другой который тоже сам производил большое впечатление партия которая раньше не существовала банка и партия фарш вдруг в течение нескольких месяцев становилась первая это революция в ближайшие предыдущие сорок лет таких событий нет в Италии я вам сказал уже в течение одного года получается 25% во Франции тоже снова политические линии в Венгрии в Венгрии тоже в Голландии в Финляндии те же самые проблемы появляются Греции Греции более на фланге Леви на Сирица тоже партия которая захватила первое место это идет это идет в этом моменте настоящая революция политическая пока еще не видно но я скажу так во первых такие революции не происходят так быстро а этот раз довольно быстро в любом случае куда они идут они могут идти в разные направления зависит от соотношений но сам факт что они появляются это показывает что существует кризис и почему кризис объяснение очень очень простое в течение 50 лет Европа обеспечила для европейцев очень хороший уровень жизни мы это знаем более-менее довольно хорошее было социальное обеспечение были пенсии было здравоохранение на высокий уровень как еще остается и виталий в других странах но обещали руководители европы сказали ну давайте голосуйте за нас за традиционные партии мы вам дадим очень хороший уровень по сути по сути это пакт социальный пакт между руководителями и народами а вдруг что это получается в начале 2008 года наступает кризис они не могут уже обеспечивать ничего уровень жизни в Европе падал очень значительно но значит до такой степени например во Франции в Италии в Греции уже практически 35% населения едет до конца месяца безработица в Италии на юге 45% молодежи не едут 45% почти половина понимаете такие цифры значит славается пакт социальный пакт старый пакт не могут уже сказаться не обеспечивать а люди говорят люди покровенные люди рабочие технические службы и так далее нет alternативы и сказали не дают никакой alternативы нет alternативы и по это Палуческо вести и во Франции и в Греции люди ищут новых собеседников чтобы строить новые социальные партии но таких партий нет и существуют вот проблема значит я так интерпретирую поскольку вы мне задавали вопрос можно ли это реалистично я говорю мы не можем остановиться на сегодняшний день на сегодняшний день только нету структуры институционные структуры партийные структуры способны их помочь нужно появление я уверен что это может появиться нужно организовать появление новой партии и новых руководителей людей которые размышляют на мировом острове какой кризис перед нами это кризис эпокальный кризис изменения старую систему систему двадцатом веке которая обеспечивает более-менее хорошее состояние для одного миллиарда людей не работает не только не работает не работает для всего мира потому что семь миллиарда людей котят тоже их кусок торты они не можем мы не можем жить пилюжи что наше состояние может спасти нас не может все что я сказал по поводу американцев и действует и для европейцев очевидно то же самое мы самые богатые люди мира остальные шесть миллиарда котят или мы понимаем это или будет соотравление неизбежно из-за нехватка ресурсов поэтому новые партии которые появляются я уверен что будут появляться варианты могут быть два или всеобщий фашизм выход из этого резиса с гигантское производство фашизм и нацизм и война это то же самое фашизм и мы можем создать альтернативное видение этого кризиса это другой вариант конечно очень сложный очень сложный потому что это подразумевает откровенно говоря что наше мышление наше свадь мое и ваше личное мышление наше понимание человечества нужно скачок эволюционный скачок нам нужны другие ценности другие ценности мы все живем на базе ценностей глобализации встречи оккуренция это только сами сильные и остальные плевать они могут умереть вот эти ценности не могут держать новую ситуацию нам нужны новые цели солидарность братство понимание международные это нужны определенные идеи социализма которые должны появиться снова в новом виде новой форме без этого мы не можем без этого мы делаем войну это очевидно начали я заключитель в этом ответе я считаю что новые партии могут появиться только если они могут создать такую идею новое человечество человечественное мысление если так надеюсь нам спасение если не не будет спасение спасибо о женщине первые напоминать дайте слово это борис спасибо скажите пожалуйста вот видно на украине на украине всплеск фашистских фашистской идеологии фашистских элементов и фашистов все и и и и и и и и науки на украине мудрились написать виртуальную историю и в значительной степени это способствовало оболваниванию тех молодых людей которые были на майкане и которые сейчас на востоке украины убивают своих единокровных братьев скажите пожалуйста мне бы хотелось знать как европейская историческая наука она допускает пересмотр прошлой истории и виртуальные вещи в истории или все таки она придерживается того что мы называем правдой спасибо но я считаю что я разделяю ваше описание событий это поколение которое убивало людей в Одессе и до этого не только в Одессе но и в Мариумоле тоже невероятные вещи я слышал невероятно больше 600 человек будут убиты связки отдельно отдельно и продолжаются это правильно вы говорите серьезное дело это нацизм настоящий как вы уже сказали но это понимаете вот это 5 миллиардов о которых говорит госпожа вы потрачен именно нацизм который создался на украине это производство соединенных нацизм 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 его его лицо будет американское это просто профит это как пророчество как сегодня она осуществляется понимаете эти нацисты вы знаете вы знаете когда вы были граждане в украине госпожа каталина чумаченко жена президента юшенко была уже нацистская она создавала умный кунсур в чикаго а потом сделала свою карьеру внутри господепартамента а потом жили с президентом в украине поэтому это не вещь которая происходила вчера это уже много лет на украине создавалась целая мощная структура производства нацизма реванш а я бы сказал что все четыре президента которые были на украине острые подъявили Советского Союза все четыре работали в этом направлении включая Янукович включая Янукович а на западе выдавали Янукович как человек Москвы какой человек Москвы извините он сам он сам подписал закон о продаже восемь тысяч квадратных километров в Украине он сам не другой президент он сам поэтому такой какой человек Москвы Янукович как называется Кравчук Кучумак Ющенко Янукович все четыре работали против России а все поколение которое было формировано все эти коды было формировано в духе грушофобии вот результат убийцы массовой это вы правильно говорите это не меньшинство меньшинство когда голосуют но 0.3 процента как будто не имеет значения но они это только рабочая сила грубая более менее миллион людей на Украине разделять их мнение грушофобские поэтому я повторяю когда народ цель народ с ума сойдет вопрос истории существует никакой психиатр который может лечить украинский народ нет история будет история будем показать сама это будет урок истории другой выход нет ждем пока история дает ответ вы говорите какая ситуация на западе более-менее то же самое условия только будут другие наша история фальсифицирована как ваша как вы думаете на западе если вы зададите идите на улице в риме и говорите кто нас спасал от нацизма ответ будет Америка Америка в школе как вы думаете наши ребята изучают историю по-настоящему они не знают чего я недавно был в университете в Риме сделал конференцию по поводу это перестройки я начал разговаривать что это перестройка а вдруг все студенты которые передо мной ничего не знали ничего не знали это происходило когда 20 лет назад практически ничего не знали нет нет никакой информации уже все исчезло память на западе сужается каждую минуту люди думают а сегодня завтра послезавтра когда уже послезавтра уже стратегический успех такой надо учить вот это хозяина вселенной о которой речь шла это люди которые хотят уменьшить интеллектуальный уровень населения везде их планы это уменьшить интеллектуальные способности людей как больше они не понимают или знают тем лучше для них не будет никакой революции поэтому соответственно только на Украине это взял такой курс абсолютно бесчеловечный а почему потому что у них мало времени у хозяина надо быстро а поскольку надо быстро берем все есть уже готовы нацисты используем нацисты вот просто так же что видно их конечно убедить нельзя надо только чтобы они были раскропаны надо чтобы они были раскропаны другой можно а а а АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ТОСНЕ ИНТЕРЕСМЕНТЫ НЕ МОЖЕРСЯ ИД ЕДЕРКТА ВЕСЕМЕНТЫ А вот эта идея, давайте создадим учительность, что мир стал тесным, что действительно определенная часть глобализации это не выдумка, это планета, это один, а у нас есть такие ресурсы, которые объединяют обязательно все люди этой планеты. И поэтому идея была, создадим структуру высшего государства, чтобы предусматривать вот эти большие проблемы будущие, значит, энергетические, экологические и так далее. Это была идея хорошая. Но как? На базе консенсуса. Соединить и объединить форсирование, форсирование, не получится. Мы разные, мы немецкие люди. А французские, не итальянские. И так далее, и так далее. Я буду говорить, я вам скажу, это была как уфония, как уфония. Бабельская. 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 Но это было довольно сложно, потому что когда здесь ищут в одной ассамблее, где там 700 демонстраторов, где каждый маленький народ, имеет свой язык. Ну, там есть литовцы, латвийцы, эстонский и так далее. А ты, у тебя есть наушники, и ты можешь выбрать язык. И, конечно, сложно, конечно, понимать друг друга, когда все имеют свою историю. Между прочим, партийные структуры в Европе совершенно отличаются от национальной партийной структуры. Вы говорите, социалистическая партия в Европе. Ничего общего не имеет социалистической партии в Европе. Или христианско-демократическая партия в Европе ничего общего не имеет с партиями в Франции и так далее. Это другая структура. Я думаю, что это поучительное. Почему нет? Почему не сохранить разные языка? Почему претендовать, что все истории одинаковые? Это неестественно. Но показывается, что мы могли бы понимать друг друга. И действительно, мы могли бы понимать друг друга. Только проблема, что демократия, которая была с самого начала, была убрана. Нам никто не сказал. Но в течение последних 20-15 лет вот эта власть ушла из европейской структуры и шла в банковскую структуру. Они сами банки, населия, власти. И ничего нам не сказали. Поэтому я думаю, что проекты европейские хорошие. Надо возвращаться назад. Мое предложение. Я писал документ, платформу для моей политической движения. Называется «Альтернатива», где я писал не только, что Европа и Россия, даже и стратегически будут партнерами. Что надо вернуться назад, сделать новую европейскую конституцию на базе консенсуса народа. Значит, на базе референдума, где каждый европейский народ, должен сказать, я согласен быть членом Европы. Если я не согласен, я уйду. Это единственная система. Наша нынешняя европейская конституция была построена не на базе консенсуса, но на базе решения отвертой параметры. Были только три референдума. Во Франции, Голландии и Верландии. А все три референдума были повернуты народами. Значит, народам Европы эта Европа не нравится. Парадоксально, эта Европа не нравится народам Европы. А я просто предлагаю вернуться к народам. Народник должны решить, какую Европу нам нужна. А после этого мы могли бы дискутировать, а кто будет здесь. Украина, пожалуйста. Пожалуйста. Если хочешь, где-то референдум. Идешь. Учителя, мне не все. Но таким образом, без войны. Вот. Выбор – это совершенно другой, противоположный тому, что происходит сейчас. Может быть, мы что-то чередовать будем с записками. Итак, господин Кеза, что Вы думаете о фигуре Сталина и о его политике? Давайте вот так уже принять город. Да. Это вопрос. Город. 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 Я так. Знаете, у меня был друг в России, назывался его, его мобилья. Это был Александр Зиновьев. Вы знаете его? Мы были друзьями, долгое время. А он говорил одну вещь, отвечая на вопрос, используя ему. Он сказал, что когда речь идет об исторических событиях, вопросы морали неуместнее. Когда это история, это история, это история. И надо изучать причины истории. И не надо изучать причины истории. И не надо использовать категории морали. Потому что категория морали – это морали, который мы сейчас имеем. Но тогда была другая морали, другое чувство людей. А если просто давать оценку, то ты должен вернуться к этому. Не видишь. Вот эта ошибка, которая будет постоянно делана. Мы изучаем историю на базе минесных идей. Не учитывая идеи, которые были тогда. А как Вы относитесь к идее создания международной организации, ассоциации журналистов за свободу слова и административов США и странах Западной Европы? Если создать вот такую вот организацию, как Вы относитесь? Но существуют уже такие ассоциации журналистов. Понимаете? Нужны и для этого средства. Я бы согласен, конечно, за свободу слова и административов США и странах Западной Европы. Можно, можно. Это уместно. Только для меня я готов был бы сделать, чтобы мне предоставили 3-4 миллиона евро. И на этом базе можно начинать. Потому что это означает, вот эта фраза означает заявление войну против всех средств массовой информации Западных. Это очень большая война. Спасибо. Пожалуйста, вопрос из зала. Возвращаясь к ситуации в Украине, как Вы по Вашему мнению, насколько далеко новое так называемое правительство Украины может зайти в военные операции против Востока Украины? Будут ли провоцироваться еще какие-то конфликты в других областях? Чем это все закончится для Украины, как для государства в целом? Не сыграет ли Россия какую-то роль все-таки еще в этой ситуации? Спасибо. Коротко. Я считаю, что вся операция, между прочим, среди других целей, имела цел создать ловушку, на которую Россия должна упасть. Ловушка была вводом войска внутри территории Украины. Я считаю, что Владимир Путин до сих пор вел себя очень-очень разумно, даже если его положение совершенно непростое. Но разумно, между прочим, он не будет вести войска внутри территории Украины и правильно делает, несмотря на трагические ситуации. Путин играет в пользу российских людей Украины на большой доске. У него есть другие рычаги. Есть рычаги энергетические, газ, есть рычаги дипломатические. Как я сказал заранее, отделит Европу от Америки. И правильно он делает. И он может добиться этого результата. Я считаю. Первая часть. Вторая часть. Я лично считаю, что Украина на будущее будет потерять в любом случае Донбасс и Луганск. Воспрощение назад невозможно. Невозможно и по политическим, и по духовным, и по военным причинам. Украина не может сорвать. Не может выиграть эту войну. Если она будет выиграть эту войну, это будет такой неприятной для всей Европы ситуация. Потому что они будут убивать непероятное количество людей. А Европа не может. Европейское общественное мнение, когда она, повторяю, будет знато в этом, будет для Украины конец. В перспективе единицы в Европе. И никто не будет жалеть, иметь такой союз. Ни в НАТО, ни в Европе. Поэтому я считаю, что вот эта Украина в будущем будет только в Западной Украине. Они хотят войти в НАТО. Идут в БААТО и РАЯТО. Американцы уже имеют такое решение, уже приняли. Это сам президент Порошенко, это их человек. И поэтому будет другая Украина. Будет Донбасс и Луганск войти в составе России? Я не думаю. В ближайшей перспективе не думаю. Но самое вероятное, может быть, не сразу, они будут становиться себя в новой республике. И название «Новая Россия» – это подконящее название. Так и будет Россия, Белая Россия, Новая Россия. Вот, я так считаю, что это практически избеждают выход из этой ситуации. Еще два вопроса. На, Леша. Да, пожалуйста. Организация «Соль премии». Скажите, пожалуйста, Россия сейчас создает новое союзное государство. Как на это смотрит Европа и вообще общественное европейское мнение? И каково ваше мнение личное по созданию отдельного союзного государства в Европе? Отдельное союзное государство в Европе. В Европе это воспринимается как воссоздание Советского Союза. Это очевидно. Я думаю, что вообще руководящие лиги Европы не хотят этого. Но тем не менее, я думаю, что, во-первых, это неправда. Это не воссоздание Советского Союза. Это воссоздание пространства сотрудничества. Я думаю, что это не входит в планы Путина и России создать Советский Союз по-новому. Это ошибка просто. Ошибка загадок. Ошибка, которую, конечно, греканцы абсолютно не хотят. Потому что у них есть такая идея, что пока существует Россия сама, для них это опасно. Они, существование России, это для них, как сказать, угроза. Так они воспринимают. Между прочим, прежде всего, об этом уже писал в 1983 году, когда мы писали книгу «Большая доска». Он открыто сказал, что сейчас нам надо сломать Советский Союз, а после этого надо сломать Россию. По одному, как они могут в Америке воспринимать создание, воссоздание союза, таможенный союз. Для них это уже, как сказать, сумасшедшая идея. Но что делать? Они могут только рассчитывать на продолжение их доминирования. И я думаю, что их доминирование постепенно исчезает. А через 15 лет Китай будет определить мир намного больше, чем Соединенности в Америке. Я думаю, что это будет происходить и расширяться. Я думаю, что, например, Армения будет входить в это. Я думаю, что есть еще другие государства высшего Советского Союза, которые могут входить, как Киргизия, Таджикистан. Это процесс. Это процесс, который восстанавливает все взгляды, которые были абсолютно неразумно сломаны. Неразумно. Пространство Советского Союза было в определенном смысле естественное пространство. Я недавно был к Киргизии, Бешкетии. Все говорят еще по-русски. Руководящие рейки, все по-русски говорят. Отрицательные вещи. Академия наук Киргизии. Кто создан? Советский Союз. Это государство, которое существует на сегодняшний день. Узбекистан, Таджикистан, Турберистан. Кто создал эти государства? Советский Союз. Раньше эти государства не существовали даже. Поэтому вся выдумка, понимаете, одно слово. История пишет победителя. А все Муин, включая Муин, читали историю победителя. Надо другая история написана. История, даже история падения. История жизни Советского Союза. Его падение. Вся эта история была написана победителями. Значит, это история американцев. А надо строить другую историю. Пограмма. Как она думала по существу. И это все будет видно по-другому. Это будет, будет, будет. Да, Алексей Вополнов. Да, Алексей Вополнов. Господин Леонидов, вы сегодня упомянули замечательного философа, оригинального писателя, Александра Зиновьева, с которым вам посчастливилось дружить. Повлияло ли общение с господином Зиновьевым на ваше восприятие идей русской философии, русских философов? Спасибо. Вы знаете, когда я знакомился с Александром Зиновьевым, он был эмигрантом. Я из Москвы летел в Германию, чтобы с ним встретиться. Он был диссидентом. Он был автор знаменитой книги «Невероятный». Сияющей высоты. Да, вот именно. Я читал вот эту книгу, и он меня до того, что я стал корреспондентом, несколько лет до этого. А чтение мне давало, конечно, очень сильные ощущения. Я в первый раз в книге Зиновьева приблизился к психологию российского человека, скажем так, советского человека. Он тогда был очень критически настроен против Советского Союза. А потом он вернулся в Москву и изменился взгляд, как вы знаете, радикально. Он был один из первых, по-моему, который понял, что роль Советского Союза был гигантский в истории человечества. Не важно, что думаете о социализме, о коммунизме. Не важно. Эта роль Советского Союза был гигантский. И когда Советский Союза отсутствует, оно исчезло. Все еще видим, какие наследцы. Равновесие сломались в порту. Люди, три, люди, пьяны. Которые саверарисы, пьяны, 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 пьяны. Все пьяны. И действительно, только пьяны люди могли бы принимать такое решение в 8 декабря 1921 года. Только пьяны люди. Только люди, которые не имели никакую перспективу, никакую видение будущего. Это люди не только безответственные. Люди низкого интеллектуального уровня. Они не поняли, что они открыли дорогу для больших волны. Эти волны начались, начались и дошли до этого. До нынешней ситуации. Они не видели, что оно могло бы производить очень долю и длинную серию. Длинную серию последствий. Они не в состоянии, в интеллектуальном состоянии. Не было. Вот. Поэтому я говорил, что надо опять писать новую историю. Но вот это скачок интеллектуальный, который нам нужен. Нельзя сделать, если ты не переписываешь историю. А ваши дети изучали историю победителей. Это не настоящая история. Это история Америки. Это не наша история. Наша с вами история. Нужны новые интеллектуальные элиты. Новые университеты. Люди, способные понимать самостоятельно. Люди свободные. Нужны, чтобы это сделать. Это нам нужен такой скачок. Александр Зиновый был один из тех людей, которые видели далеко. Очень далеко. Смотрели далеко. Спасибо, господин Кеза, что вы наконец-то прилетели в Крыму. Потом тут некий такой изоляции находимся. Спасибо, что у нас выслушали, с нами пообщались. И ждем вас снова в Крыму. АПЛОДИСМЕНТЫ Я создал именно для этого, для нашей дискуссии, WebTV. Называется PandoraTV.id. PandoraTV – это слово .id. Это, конечно, на итальянском. Вам много. Но есть много материалов на русском. Субтитрами. Я опубликовал единственное в Италии все материалы, все футболитальные материалы кризиса, которые начались 4 месяца назад. Смотрите. Вы будете смотреть часто Европы, которую вы не знаете. Но существует такая Европа, которая говорит праздник. Иванец. Фондю любит тебя. Спасибо. ПОЧТУЛЬСКИ Иванец. Благодарю. Фондю любит тебя. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ nominal interписью. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Иванец. Продолжение следует...